Девушки отдыхают. 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 Одно. Получается так, что Таисия взяла с собой замечательный агрегат. После концерта желающие могут приобрести этот концерт в записи, так или нет. Да. Ну вот, приступим к концерту. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 где-то в 60-х годах прошлого века. И они настолько его удачно восстановили, что он просто стал такой самодостаточной единицей. То есть, ведь среди публики очень известен и популярен, модно, и считается... Вот, шведский инструмент, он стал просто самостоятельной такой фигурой, в отличие от таких... Шотландский инструмент, он все-таки сейчас, на мой взгляд, он довольно замыленный стал, шотландская валынка, потому что все говорят, а, шотландские, военные, знают. Ну, вот, в шотландской традиции существует, вот сейчас на вскидку, минимум 5 разновидностей валынок, 5 вариантов валынок. Допустим, в Испании в каждой провинции существует свой инструмент, в каждой провинции. Вот, в России этот инструмент существовал, но, к сожалению, вот, как бы реально существующий инструмент вот остался только на Украине, на Западной, Белоруссии пытаются реанимировать. В России, ну, есть несколько человек, которые пытаются поднять, русскую валынку, но я не знаю, насколько. Вот я видел эти инструменты, но, к сожалению, на них не получается играть. На них можно смотреть. Вот. Вот этот инструмент, на мой взгляд, он наиболее приближенный к русской валынке, я имею в виду по характеру своему, потому что, вот, шведы, что русские, что шведы, да, они любят по, вот, задушевную беседу. Ну, на концертах, знаете, вот я играл с очень интересной группой такой, из Карелии, из Петрозаводска. Они играли карельский фольклор. Это у них, вот, так, в перемешку шло с различными современными традициями, с панком, еще с чем-то. Ну, с какие-то вот течениями были. И вот зажигательная такая музыка. Вот мы играем, польки, жиги, вот, все это вот карельская традиция. И, казалось бы, вот, пускайся в пляс, шведы, вот, сидят. И вот в одной шведской деревне, вот так они вот сидят, весь концерт. А после концерта, вот, подходили, там, ну, там, человек, не много было, человек 400. И они, вот, все 400 человек купили по диску и сказали, что настолько зажигательные, что хотелось плясать. А что зовут? Мюллерит. Мюллерит. Я суток, я не знаю. Да, к сожалению, вот, к сожалению, основатель этой группы Саша Бекадоров несколько лет ушел в мир иной, царство ему небесное. И вот как раз в феврале у него будет, ну, день рождения. И вот мы, вот, стоимся и третьим нашим неизменным участником нашего проекта. У нас называется проект наш Биотрио. Так получилось, что вот не рискнули мы сегодня нашего третьего музыканта пригласить, потому что, ну, вот так, так как-то сложилось. Вот, акустический. Да, а Сережа, он, Сергей Филатов, замечательный человек, он великолепный пианист, и не получилось бы тогда акустического, получилось бы все равно электричка. Я хотел, я Таисе говорил, давай я принесу вот эти, вот, все эти, айпэд, все, и мы, вот, нет, бескомпромиссные. Ну, и, собственно, да, давайте вот послушаем шведскую волынку вместе вот с замечательным инструментом, и с шведским инструментом, но, опять же-таки, это сделано не из-за того, что вот на этих инструментах играем, да, не из-за того, что мы несем шведскую культуру, потому что в России существуют те же самые инструменты. Просто вот этот, вот, вот этот инструмент, наконец-то, сделали в России, и вот он соответствует моим представлениям, как должна звучать русская волынка. Харди-гарди или колесная лира, вот то, что у Таисе, в России еще, ну, вот то, что я видел, ну, делают пока вот так. То есть на ней можно играть, можно извлекать какие-то звуки, но вот. А этот такой очень хороший инструмент, вот на нем мы... Так, сейчас поиграем. Так. Продолжение следует... 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 А может, не только, но и лучше таких тоже не хотят. Много различных вариантов. 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 Под названием «Желейка». Это традиционный русский инструмент, который наверняка в какое-то время стал частью Володи. Потому что помимо того, что музыканту хотелось играть, ему еще хотелось играть и петь одновременно. Потому что не все разделяли взгляды музыканта на его музыку, и, допустим, его певец взял и ушел, да, и вот а что делать, а надо как-то и вот такая вот ситуация. Причем я сейчас вспоминаю, как достаточное количество лет назад я сыграл конкурс, был и есть такой ансамбль Назарова, может быть, помните, вот в 80-х годах была модная песня, там песня кутят, вот это, собственно, и есть этот ансамбль. И я сыграл туда конкурс, и мне вот руководитель, собственно, вот этот Назаров, он мне поставил условия. Мы берем тебя в наш прекрасный коллектив, но ты должен за неделю научиться играть на сурнай. Сурнай – это узбекский инструмент вот такой вот длины, вот такой вот толщины, у него двойная трость, большая. Когда ты на нем начинаешь играть, у тебя черепная коробка съезжает просто вот от громкости. Вот если бы вот здесь сыграть на сурнай, то стены бы рухнули просто, и, естественно, потолок. Аккомпанементом к этому инструменту служат две нереальных размеров огромные трубы, вот как, знаете, альпийский рог, знаете, да, вот этот инструмент. Вот только это в два раза больше, и звучит так, что, ну, хочется исчезнуть из этого региона, вот, где играет этот инструмент. Это свадебные инструменты, вот, что корнай, что сурнай. А вариантов нет, я должен заниматься дома через неделю, грубо говоря, свадьба. Вот, нужно... Я помню эту мелодию. Вот, это я должен был сыграть на сурнай. И мои соседи, они всегда относились к моим инструментам лояльно. Как это вот сейчас модное слово? Толерантно. Толерантно, да, очень толерантно относились. И даже волынки, они говорили, ну как, Серёж, получается? Мы слышим, что не получается. Ну ничего, ты больше занимайся, у тебя будет лучше получаться. Ничего, мы всё перенесём. Главное, чтобы тебе хорошо было. Вот, когда я начал заниматься на Сурнай, они просто сразу же, вот первая нота, сразу же удар по батарее. Вторая нота, сразу же уже дрель заработала в стену, чтобы проделать дырку и посмотреть, что за хам. Вот, а с третьей ноты звонок в дверь. И открывают, они на коленях, они говорят, Серёжа, что мы плохого тебе сделали? Вот мы вышли с собачкой, с мопсом гулять, его разорвало на части. Вот ты начал играть, просто и нету ничего. Что угодно, любой инструмент, пожалуйста, не играй на этом. Вот такой вот, ну, наверное, всё-таки это военный инструмент, скорее всего. Ну, не свадьба. Ну, а что свадьба, что война. Сейчас... С Назаром-то как-то не сдружились? Ну, сдружились, всё было хорошо. А, нет, наверное, нет. Сейчас вот сыграю такую вещь... Вообще, да-да, откуда ты здесь, добрый человек. Я её очень люблю, эту вещь. Обычно мы её играем с Серёжей вдвоём, Серёжа на рояле. Вот сейчас мы сыграем вдвоём с Таисией. Таисия будет поддерживать меня морально, вот. А... Ну, можно? А, я вот для следующей спорта. Да. Таисия будет поддерживать меня морально, вот. С Назаром-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А может быть чай? Там специально варили фуэр. А потом мы продолжим. Давайте.